Добрый вечер, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Это актуально». Сегодня на вопросы ответит мэр Северодвинска Михаил Гмырин. Здравствуйте, Михаил Аркадьевич. Да, добрый вечер. Август уже перешагнул в середину, скоро осень. Но, к сожалению, в этом году лето нас так и не порадовало теплом. Но главное, чтобы тепло было в домах и учреждениях бюджетных в осенне-зимний период. Как идет подготовка? Подготовка идет полным ходом. Основные работы уже выполнены. То, что касается жилфонда, то процент составляет 65. 75% это горячее водоснабжение и отопление. Несколько мы отстаем по кровлям, как вы сказали, из-за погоды. Но постараемся наверстать. То, что касается наших бюджетных организаций. Управление образования выполнило работы сегодня на 82%. И это в целом, если брать, по отоплению, горячему водоснабжению практически работы выполнено на 100%. Управление культуры и общественных связей составляет порядка 66%. Мы подготовились и с точки зрения промывки систем по линии предприятия Горвик. Заготовило все необходимое для работы в зимних условиях наше спецавтохозяйство. Выполнены работы по ремонту котельных и населенных пунктах наших, и Белое озеро, и Ненокса. Заготовили топливо на 100%. Поэтому надеюсь, что к отопительному сезону, к зимним условиям мы подготовимся вовремя. В самом разгаре работа по подготовке не только к зиме, но и к подготовке проекта бюджета 2016 года. На каком этапе она сейчас находится? Достаточно активно мы работаем и по подготовке бюджета 2016-2018 годов. Последнее заседание комиссии состоялось в конце прошедшей недели. Сегодня определены основные параметры. Цифры направлены нашим главным распорядителем. Сегодня идет работа по уже конкретным направлениям. Даются предложения как со стороны главных распорядителей, так и представителей депутатского корпуса, ветеранских организаций. Поэтому мы сегодня готовим уже конкретные предложения по расходованию средств на 2016-е и последующие годы. Должен еще раз напомнить, что бюджет у нас планируется по цифрам на уровне 2015 года. То, что касается 2017 года, то увеличение планируется на 5% и по 2018 году на 7%. Я надеюсь, что в установленные сроки проект бюджета будет подготовлен и внесен на сессию городского совета депутатов. Не так давно мы отметили День строителя. Строительная отрасль в Северодвинске сегодня на подъеме. Это очень заметно в городе. Тем не менее, у жителей есть опасения и вопросы. Давайте их послушаем. Уважаемый Михаил Аркадьевич, слышали, что возникли проблемы со строительством дома на пересечении труда и победы, которые хотели расселить жители аварийных домов. Что делает администрация, чтобы решить проблему и предоставить богоустроенное жилье людям? Возникает вопрос из-за подрядчика. Программа переселения из ветхого и аварийного жилья не будет сорвана? Действительно, предприятие Трест, Мордов, Промстрой сорвало график выполнения работ. Поэтому мы прекращаем работу с данным подрядчиком. И на сегодняшний день уже определили ряд площадок под выполнение третьего этапа и четвертого этапа в старой части города. Должен отметить, что часть вопросов, касающихся третьего этапа, она уже будет выполнена параллельно со вторым этапом. То есть мы идем здесь с небольшим опережением. Поэтому я надеюсь, что все необходимые процедурные вопросы мы сумеем урегулировать, площадки окончательно закрепить. И третий этап у нас пройдет без срывов. Мы сможем людей расселить, как и планировали. Несмотря на то, что подрядчик работы сорвал. На сегодняшний день действительно самое основное это то, что по многим объектам, и не только у нас в городе, срывают работы подрядчик. Разные там объективные, субъективные причины, но такая тенденция наблюдается. Поэтому мы достаточно активно сегодня следим за выполнением работ на наших объектах. И не только то, что касается жилья, но то, что касается и других объектов, которые сегодня строятся. Это и крытый каток, который на Яграх также данная подрядная организация ведет. Ну, здесь несколько ситуация поправилась. Я надеюсь, что до конца года мы ведем в строй. Кроме того, по этому году мы должны и планируем сдать около 30 тысяч квадратных метров в целом по городу. Из них два социальных дома и 10 домов, то, что строится сегодня по коммерческой застройке. Поэтому строительство идет достаточно активно. И те задачи, которые мы сегодня ставим на конец года, уверен, что будут выполнены. О том, что город меняется, говорят и жители Северодвинска. Очень он изменился, нравится. Город стройки, много чистый. Красивый, люблю наш город. Город наш похорошел. Много строится нового, дома красивые. Город чистый. Магазинов очень много. Только хоть и деньги трать. Ну, не знаю, что еще сказать. И вообще, если с обслуживанием, то тоже вроде более-менее все нормально. Чище стало. Деревяшки стали сносить. Дороги вроде в порядок приводить стали. По-немножку так, но я не знаю, что-то я так не особо замечаю. Но местами лучше стало на дорогах. Ну, это хорошо, что наши жители следят за теми изменениями, которые происходят в городе. И надо поблагодарить здесь, наверное, наши коммунальные службы, которые действительно занимаются в городе. Ну, и вот надо отметить, и люди это замечают, что все-таки увеличение строительства есть. У нас 19 сегодня объектов только жилищных в городе строится. И в целом, если взять, то 29 объектов. Поэтому, да, строительство оно идет. Традиционно у жителей города есть вопросы, касающиеся дальнейшего благоустройства. Давайте их послушаем. Вот уже несколько лет я прошу, чтобы поставили у нас во дворе скамейки. Домоуправление в том году поставило в таком месте, что и вообще газоны вытаптывают, а вдобавок убирают их автомобилисты. Поляков ответил, что ставить мы им без конца эти скамейки не можем. Я предлагаю у нас там во дворе ниши такие есть, как под балконами, и поставить там скамейку. Михаил Аркадьевич, помогите, пожалуйста. Я уже давно слышу, и вообще вы на это внимание обращаете. Действительно, вопросы такие есть, поэтому я поставлю задачу перед нашими жилищными организациями, управляющими компаниями, проанализировать те предложения, которые поступают сегодня от населения, и провести вот эту работу по установке скамеек в 2016 году. Кроме того, безусловно, здесь вот надо учитывать, конечно, и вопросы безопасности, потому что где-то в арке ее ставить, может быть, не совсем безопасно. Поэтому посмотрим, где возможность будет позволять, в частности, и по этому адресу, по этому обращению. Значит, конечно, скамейки мы установим. Юные жители города тоже стремятся сделать жизнь более комфортной и обращаются к вам с вопросом. Давайте послушаем. Здравствуйте, Михаил Аркадьевич. Мы из дома Ленина 16, тропь 1 по улице Ленина. У нас во дворе нету спортивных сооружений для подростков, но есть незанятая ничем площадь. Мы знаем, что на улице Победы и в других местах есть спортивные сооружения. В наших домах живут около 20 человек, подростков от 8 до 16 лет. К нам приходят друзья из соседних дворов. Из-за отсутствия спортивной площадки нам нечего делать. Мы просим соорудить в нашем дворе спортивную площадку. Что можно ответить детям? Тут не отреагировать, безусловно, нельзя, поэтому мы изучим данный вопрос, посмотрим, что можно сделать в 2016 году вместе с депутатами, которые, так сказать, вот из этого округа. Но я должен отметить, что мы прежде всего спортивные площадки ставим на территориях все-таки образовательных учреждений. На сегодняшний день порядка 15 площадок таких есть. Мы бы хотели, чтобы они были в каждой школе. Туда могут приходить и ребята с разных дворов. Поэтому мы посмотрим возможность установления в конкретном дворе. Но прежде всего, конечно, мы будем устанавливать в образовательных учреждениях. Но спасибо за вопрос, что сегодня молодые люди интересуются спортивными площадками. Это тоже очень важно для нас. Вернемся к теме аварийных домов. В этом месяце был расселен дом на Первомайской, 9. Что дальше будет со зданием и с его жителями? Здесь не все зависит от муниципалитета. Здесь достаточно много зависит и от своих собственников, от того решения, которое будет принято. На сегодняшний день комиссии принято решение о том, что дом подлежит реконструкции. Это касается, в первую очередь, фундамента дома. Определена его стоимость, ориентировочная стоимость. Сегодня, согласно нормативных документов, согласно закона, муниципалитет может финансировать только свою долю. Сегодня в доме у нас ряд квартир принадлежат муниципалитету. Поэтому это порядка 13% от всех квартир. Поэтому здесь эта доля, безусловно, муниципалитетом будет профинансирована при согласии и участии собственников. Насколько я знаю, собственники сегодня против реконструкции дома. Если в течение полугода вопрос со стороны собственников, в частности, решен не будет, тогда муниципалитет уже будет проводить процедуры соответствующие, определять стоимость жилья и решать вопрос по выкупу данного жилья и проводить дальнейшие уже процедуры. Поэтому здесь нужно решать вопрос не только муниципалитету, но и собственникам. Таковы сегодня законы, которым мы, безусловно, должны следовать. Михаил Аркадьевич, две недели остается до 1 сентября. Школы уже готовы. Хотелось бы знать, сколько первоклассников сядет за парты в этом году? Прежде всего хочу сказать, что к 25 августа мы должны все школы в окончательном варианте подготовить к приему ребят. У нас идет порядка 18 тысяч школьников, из них 2 тысячи первоклассников. Надеюсь, что работы эти мы выполним, тем более, что на сегодняшний день уже более половины школ готовы. И в этом году мы направили на проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях порядка 134 миллионов рублей. Это достаточно большая сумма, достаточно много работ проведено. Я надеюсь, что все запланированные мероприятия будут выполнены в срок. Мы делаем все возможное, чтобы ребята учились в комфортных условиях. Время нашей программы подошло к концу. Телезрители, чьи вопросы не прозвучали в эфире, но были оставлены координаты, получат письменные ответы. Спасибо, Михаил Аркадьевич, за участие в программе. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова